Здорово, народ! Можете меня поздравить. Я сдал зачет по правилам дорожного движения и безопасности дорожного движения. Ну, конечно, достижение не такое большое, потому что это всего лишь допуск к экзамену, так что экзамены мне еще предстоят. Но, тем не менее, во-первых, это уже показатель того, насколько ты готов, вот, насколько ты знаешь, эти 800 билетов, которые придется сдавать в ГИБДД. Ну и, собственно говоря, прошло не без приключений, вот, поэтому есть чем поделиться. Собственно, для того я решил заснять это видео. Давайте по порядку, значит, перед тем, как один зачет, я, естественно, как любой нормальный человек, прорешал все 800 билетов, чтобы быть уверенным, что, ну, там, процентов на 99 я готов. Ну, в принципе, я говорю, вот, из 800 билетов я сделал две ошибочки, и то потому, что просто спешил уже для того, чтобы успеть до зачета все это порешать, то есть в попытках решал, вот так вот получилось. Но, тем не менее, я говорю, две ошибки на 800 билетов, это вообще красота. И я, значит, ехал на зачет абсолютно уверенным, что сейчас сдам, думаю, сейчас приеду самым первым, билетики порешаю, сдам, вот, покажу пример, так сказать, молодежи. Типа, бывало, и уже с правами же нацелучусь, надо как-то показывать пример. А, сейчас, первая часть накрылась сразу по поводу того, чтобы сдать первым, потому что я, значит, приезжаю за пять минут до зачета, половина уже сидит, ждет результаты. Что за нафиг, приезжаю же заранее, а это, люди еще раньше приезжают, еще раньше, блин, зачет начинается. Вот, ну да ладно, думаю, чего уж теперь спешить, взял билеты, сижу, значит, решаю, не спешал уже. Прорешал, так, в башке вроде все, это, четко, вроде как, смыло все правильно. Пошел, сдал результат, так сказать, вот. И мне, значит, передаватель говорит, пять ошибочек. Я думаю, ни хрена себе, с какого вообще перепуга-то? Откуда пять ошибок? Час назад решал, из 800 билетов в две было, а тут три билета сдаешь, пять ошибок. Сфига ли вообще, откуда они возьмутся-то? Вот, да, кстати, вот для тех, кто не знает, на зачете три билета, то есть это 60 вопросов. Вот, а на экзамене будет всего один билет, то есть 20 вопросов, так что зачет, по сути, сложнее экзамена. Это специально сделано для того, чтобы до экзамена допустить только тех, кто точно сдаст. Вот, если уж три билета вы решаете без ошибок, то один, то вы точно решите. А тут я говорю, значит, раз, пять ошибок. Вы что, не может быть такого, не может быть такого, давайте разбираться. Говорит, ну вот вы, говорит, возьмите еще билет, если, значит, решите без ошибок, то я вас допущу. Я говорю, ничего решать не будем. Говорит, давайте, говорю. Берем билеты, говорю, смотрим, что за ошибки. Говорит, не может быть этих ошибок быть. Я говорю, просто не может быть. Давайте разбираться. Беру билеты, беру свои, значит, ответы, смотрю. И первая же ошибка, значит, которая там есть, вот, смотрю, значит, билет. А он технический, потому что, знаете, вот есть билеты, которые спорные такие, да, можем под разным углом взглянуть, да, то есть что-то не заметил, по-другому трактовал, и вот он, поэтому неправильный ответ. А тут он технический. Какие, значит, транспортные средства относятся к категории С1? Ну, естественно, правильный ответ там, больше 3,5 тонн, но меньше 7,5 тонн. Все, точка. Другого быть не может. Ну, никак его по-другому не сможешь трактовать. Вот он. Я смотрю, у меня правильно. Вот. Я раз к преподавателю. Вот смотрите, говорю, С1, больше 3,5, меньше 7,5. Правильно? Правильно. И я уже такой, ну, немножко, это, радостный, потому что я понимаю, что я прав. Вот. Говорю, давайте-ка следующий смотреть. Следующий как раз с подковыркой там был. Ну, типа знак 10 тонн ограничения влево-вправо. Вот. И вот он с подковыркой-то в чем? В том, что масса бывает максимально разрешенная, бывает фактическая. И там в билете и та, и та указаны разные. То есть там максимально разрешенная 12, фактическая, там, ну, 5, по-моему, не помню, короче, сколько, не важно. Вот. Он сразу видит, что билет подковырек сразу такой. Масса-то какая на знаке? Максимально разрешенная. Я говорю, ну, максимально разрешенная 10, а у него 12. Значит, ему нельзя налево-вправо, значит, ответ только там, АВ обратно и в прямом направлении. Вот. И он так смотрит. Ну, у него по лицу как бы видно, что он хочет найти ошибку-то, ну, хочет найти несоответствие. А не получается. Ну, потому что правильный ответ получается, е-мое. Вот. И тут, видимо, до него начинают доходить, что что-то здесь не то. Ответ потому что правильный. Вот. И в итоге, видимо, дошло. Он мне говорит, не по тем ответам проверял. Вот. Потому что билеты, они в двух вариантах бывают. Они для АБМ, то есть легковых мотоциклов. И второй вариант для ЦД, для грузовиков и автобусов. То есть они различаются. Вот. И вот он проверял-то по тем, которые для легковых. Нет. Не по тем ответам. Вот. Ну, тут я уже довольный. Что, уже понимаешь, что косяк-то не мой, что ошибок-то нет. Быть не может. Вот. И он мне уже сам дает, значит, ответы для ЦД. Говорит, проверяйте сами. Говорит, если ошибок нет, то зачет я вам поставлю. Ну, я, естественно, проверил. Ошибок нет. Вот. Ну, самое интересное. Народ-то остальное видит, что я, блин, прав оказался. И тут начало, значит. Ой, слушайте, а может быть у меня тоже ошибок-то нет. Давайте перепроверим. Ну, давай тут все перепроверяйте, желающие нашлись. Я думаю, преподаватель сам уже пожалел, что такая ситуация возникла. Вот. Ну, естественно, у других ошибки оказались реальные, потому что, ну, там, это у меня, я на категорию ЦИ, а остальные-то все налегковые. Поэтому по правильным ответам проверяли. И, как бы, ну, там уже сами виноваты, как говорится. Вот. Сами ошибок понаделали. Ну, а мне, естественно, за это допуск к экзамену поставили, то есть за счет сдал. Вот. Собственно говоря, ну, я к чему это все? Я к тому, что вот если вы считаете, что вы правы, да, ну, блин, надо доказывать. Не нужно считать, что преподаватель всегда прав. Конечно, в большинстве случаев так оно и есть, но по факту, если вы уверены в своей правоте, ну, блин, значит, надо настаивать. Вот. Потому что вот мне было бы 18 лет, я бы так, ну, мне бы сказали, вот 25 ошибок. Ну, я бы сглотнул, наступился и пошел бы дальше готовиться к пересдаче. Вот. А сейчас, ну, блин, мне уже не 18. Если я чувствую, что я прав, я по-любому доистинно докопаюсь. Вот. Да, конечно, ну, это, может быть, не нужно было так импульсивно, ну, я, потому что я прямо вот так, чуть ли не орал, наверное. Вот. Ну, меня тоже можно понять, когда я знаю, что ошибок быть не может, там мне говорят, что ошибки. Еще когда выясняют, что я прав, ну, понятно, что я весь на взводе был. Вот. Ну, преподаватель абсолютно некие претензии, потому что вот как преподаватель, ему прям цены нет. Я первый раз увидел, что такой преподаватель от Бога. Потому что он когда объяснял на занятиях какую-либо тему, я мало того, что запоминал, я еще и понимал, чего он объясняет. А такое бывает редко. Потому что обычно бывают, ну, ситуации такие, где, ну, нужно просто зубрить. Вот зубришь, и все, не вникая в подробности, потому что сложно разобраться в каких-то там нюансах. Тупо зубришь. А тут твой говно так объясняет, что ты, ну, ты мало того, что ты запомнил, как, ну, в этой ситуации, что к чему, но ты еще и понял, почему именно так, а не иначе. Вот. И поэтому я говорю, я вот, я давно таких преподавателей не видел. Я, наверное, за все пять лет университета таких преподавателей не видел, чтобы вот так вот хорошо умели объяснять. Вот. Причем, ну, реально, вот он доходчиво, настолько доходчиво объясняет, мне очень понравилось. Вот. Ну, и, собственно говоря, вот в этой ситуации тоже, я бы на его месте, наверное, обиделся, да, потому что как-то тут ученик что-то тут вспылил, понимаешь, да, просто даже, ну, на мое поведение можно было на самом деле обидеться, но он себя очень достойно повел. Он, ну, в конце поздравил, значит, меня, все, пожелал удачи на экзамене, все, никаких проблем, то есть все, разошлись с бортами, все хорошо, вот. Ну, я имя преподавателя, конечно, называть не буду, потому что я не знаю, как все по-разному относятся к тому, чтобы в интернете засвидеться. Вот. Поэтому, ну, останется, значит, за кадром, так сказать, имя преподавателя. Но, тем не менее, вот, значит, если вы считаете, что вы правы, на правоту свою доказывайте. Стоять до победного, разбираться, что к чему, вот. Так что, ну, не бойтесь доказывать свою правоту, вот. Вот. И, собственно говоря, это видео еще было для того, чтобы сказать, вот, тем, кто собирается учиться или уже учится, что вот эти 800 билетов, многие думают, «Е-мое, 800 билетов, это же до хрена, да как я это учить буду?» Не бойтесь, вот эти 800 билетов, они учатся очень легко. Я, ну, я уверен, что даже ребенок его учит. Они очень простые, на самом деле. Многие однотипные. Вот. И выучить их вообще не проблема. Вот я, ну, два месяца, считай, обучение было, да. Я активно учил последние две недели. Вот. До этого я просто в транспорте, там, едешь куда-то, ну, делать срочно нечего. Берешь на телефоне приложение, запускаешь и решаешь эти билеты. Ну, там, по одному, грубо говоря, за поездку. По одному билетику. Вот. А последние две недели я учил по 10 билетов за раз. Вот. И, собственно, вот я к зачету пришел с тем, что из 800 билетов сделал только две ошибочки. Ну, и то, по сути, это в ппхах. Потому что я узнал правильный ответ на них. Вот. Просто в ппхах не то указал. Вот. А так, по сути, выучить без ошибок эти 800 билетов за две недели вполне реально. Так что вообще не бойтесь. Вот я говорю, сейчас обучаюсь, собирается обучаться. Теория. Ну, если вы не совсем уж лентяи, то теорию однозначно сдадите. Вот. В основном все-таки народ валится на городе. Поэтому вот именно городу надо уделить внимание. Вот. А теоретическая часть, ну, ее надо учить, конечно, я говорю. Но это не так сложно, как многие может показаться. Поэтому дерзайте. Если учитесь, вам удачи. Мне тоже удачи. Потому что у меня еще предстоят экзамены внутренние и ГИБДД. Вот. Ну, и, собственно говоря, если хотите следить, чем дело кончится и к чему все это приведет. Да? Потому что я не просто так эти права получаю. Они нужны для дела. Права категории С – это грузовые автомобили. Вот. Так что, если вы хотите следить за происходящим, подписывайтесь на канал. Если понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Ну, а на сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok